Начнем со статистики. За прошедший год челны стали самым пьющим городом в Татарстане. Измеряется это тем, что у нас больше всего продаж алкоголя на розничном рынке. Понятно, что спрос рождает предложение, но почему в регионах стали так много пить? Как говорится, без бутылки не разобраться. А мы попробуем. Как вы думаете, много алкомаркетов в челнах стало? Ох, для невыносимости. Да ладно? Я вам говорю. Здесь, а нет, здесь нету. Там, там, там. Здесь на комплекс больше алкомаркетов, чем продуктовых магазинов. Ну и продуктовых тоже. Это что-то невозможное, конечно. Ой, алкоголеков очень много, поменьше бы. Чуть наказано в доме. Со стороны правительства как-то, наверное, это не рекламентируется. Не рекламентируется. И так легко, значит, развивать этот бизнес. Значит, этот бизнес приносит большие доходы. Официально какой-то спаивают. И 63-й, и 65-й тоже замечали. Мы там тоже были, проезжали. Ради интереса я решила провести эксперимент. Выбрала 2 дня в неделю, чтобы посидеть так около какого-нибудь алкомаркета, понаблюдать. Выбрала понедельник. Вот интересно, как в понедельник ходят. И в пятницу. В пятницу уверена, что будет побольше. Ну что ж, прошло минут 30 моего наблюдения. Вот сейчас как раз час пик. 18-30. Понедельник людей стало гораздо больше. Но за 30 минут моего наблюдения прошло человек 40. Приходят разные. Но в основном это молодежь довольно-таки красивая. Такая, как будто после работы забежали. Приходят парочками с детьми. Притом с маленькими детьми очень много приходят. Прям при них покупают. Кто-то выходит, открывает при них алкоголь. И начинают пить. Пожалуй, в Челнах не осталось ЖК, где нет алкомаркетов. Вот вспомните свой район. Сколько их насчитывается там. Сейчас мы приехали в 63-й комплекс. Вот это ЖК современный. И только в этом доме мы насчитали 6 алкомаркетов. Они идут друг за другом. И вроде бы работают, не закрываются. Значит, спрос-то есть. И если пару лет назад лидерами по аренде коммерческой недвижимости были пекарни и пункты доставки, то сейчас алкомаркеты и аптеки. Сегодня в Челнах около 700 мест, где можно купить алкоголь. И это только те организации, которые имеют лицензию. Магазины алкоголя открываются еще до полного заселения дома. И уже имеют постоянных покупателей. А наличие конкурентов совсем не пугает новые алкомаркеты. А наоборот, показывает, что со спросом здесь все в порядке. Здесь представлены, во-первых, не все. Да, еще есть. Просто места им не хватило. Мы встретились с Егором, он брокер по коммерческой недвижимости. Как раз специализируется на недвижимость. У вас есть опыт работы с алкомаркетами. Как много их сейчас в Челнах? В Челнах около. Есть большая пятерка. Это красно-бело, брестоль, портмаркет, хочу еще и русалка. И все эти поменьше есть. Мы плотно общаемся с лицами, ответственными за развитие алкомаркетов. У них стоят планы три алкомаркета в месяц. На набережной Челны, Мензелинске и ближайшие города. У Казани там собственный план. Три алкомаркета на один бренд. На одну компанию три алкомаркета в месяц. Вернемся к нашему эксперименту. На кадрах вечер пятницы. Посетителей алкомаркета стало значительно больше. Получается, что в будни складывается такая статистика. Один человек в минуту. Начиная с пятницы – два-три человека в минуту. Уже не так много детей. Зато много компаний молодых ребят. Кто-то выкупает эту недвижимость? Да, конечно. Вот застройщик помещение строит, продает предпринимателям, которые сдают в аренду. И для них алкомаркет – это самый вкусный арендатор, так скажу. Потому что он сам себе делает ремонт. У них большие бюджеты на ремонт заложены. И платит хорошую арендную плату за квадратные метры. Много людей жалуются, что в их домах 7 алкомаркетов здесь. Но они же потом сами спустятся за венцом. Сами вот прибыль принесут этой компании. Поэтому она здесь и будет сидеть. То есть сейчас количество алкомаркетов на определенный дом или район никак не регламентируется. Это свободный рынок. По официальной статистике, за прошедший год в Челнах получили лицензию на продажу алкоголя 69 точек, в том числе и общепит. Контроль и лицензирование объектов лежит на плечах Госалкогольинспекции. Но сократить количество алкомаркетов сотрудники инспекции не вправе. Розничная продажа алкогольной продукции по времени ведь у нас ограничена. Но при этом не ограничен режим работы магазина. И здесь уже мы работаем непосредственно с бизнесом. Мы предлагаем пересмотреть режим работы торгового объекта. Установить видеокамеры для контроля за продавцами. Потому что если руководитель или хозяин магазина, он считает, что да, после 23 продавать нельзя. И в моем магазине только хлеб и молоко. Там минералочка, чипсы и прочее. То он не всегда может отследить добросовестную работу своих продавцов. Насильно установить режим работы, закрыть магазин или перепрофилировать. К сожалению, у Госалкогольинспекции таких полномочий нет. Все это нужно решать на федеральном уровне. В Госдуме уже рассматривали проект о запрете алкомаркетов в жилых домах. Но, как видим, изменений пока нет. Хочу привести примеры других регионов. Например, в Чеченской Республике вы не встретите такое количество алкомаркетов. Алкоголь там продается только в крупных магазинах и в определенное время. В Дагестане продажа алкоголя строго до 8 вечера. В Чукотке можно купить алкоголь с 12 дня и тоже до 8 вечера. Как говорят психологи, спрос на алкоголь появляется в кризисных ситуациях. А у нас что ни год, то потрясение. Большой рост алкомаркетов стал фиксироваться во время пандемии. Дальше он не останавливался. И портрет алкозависимого стал довольно размытый. Уже нет конкретики ни по полу, ни по возрасту, ни по статусу. У нас вообще в голове должно быть много центров удовольствия. И вот одна из проблем сейчас, что, во-первых, у многих людей эти центры не сформированы. Что имеется в виду центр удовольствия? Например, я покаталась на велосипеде, получил удовольствие. Я поплавал, получил удовольствие. Я сходил в спортзал, получил удовольствие. Я поговорил с подружкой, чай попил, с мужем и так далее. То есть много-много разных каких-то вещей. Так вот, алкоголь формирует удовольствие почти сразу. Никуда идти не надо. Не бежайте, не торопиться, не потеть. То есть нет каких-то усилий. Выпил, расслабление произошло, сосуды расширились. И хорошо стало. И поэтому вот этот центр, он не хороший, но он формируется очень легко. Прямо сразу. Получается, что вот это легко, а другие центры, либо они вообще не сформированы. Либо они в связи с ковидом. Нельзя было вот это, нельзя было вот это, нельзя было вот это. Они ограничились. Ученые выделяют три стадии алкогольной зависимости. Первая – это психологическое. Предвкушение за стол или каких-то посиделок вечера пятницы. Вторая – физическое. Когда уже без бутылочки, даже пива, невозможно уснуть. И в третьей совмещается психологическое и физическое. Когда алкоголь становится единственным смыслом жизни. Именно на этой стадии теряют работу, друзей и семью. Недалеко от Челунов, в Заинском районе, есть центр помощи для алкозависимых. Вот как раз сегодня мы идем навстречу к ребятам, кто только борется с этой зависимостью. Или тот, кто уже поборолся. Очень много интересного узнаем. 15 лет я употреблял. Потом прошел программу восстановления в похожем центре. И понял, что у меня есть внутри побуждение такое помогать таким же, каким я когда-то раньше был. И мы с командой единомышленников купили дом в деревне. Такой старенький дом. И начали помогать. И приехали мы в этот центр не случайно. Здесь я хотела окончательно найти ответ на вопрос, почему люди в последнее время стали настолько неравнодушны к алкоголю. Послушав ребят, я поняла, что их объединяет. У каждого в жизни произошла травма. Очень сильная травма. От предательства до смерти близкого. Ну, с вами что случилось? Вы почему сюда попали? Алкогольная зависимость. Зависимость как? Не то, что зависимость, а как выход какой-то из всех положений. И решение всех проблем, наверное, в этом находил. Узнал о измене жены. То есть ушел от нее. Подал на развод. Работал, но, как бы, боль свою, наверное, глушил тем, что начал выпивать. И, так скажем, то, что доза, то есть сначала хватало одной бутылки водки, то есть потом доходило до такого, что уже и четырех бутылок не хватало. Просто не нужно никому. Действительно, в жизни бывают ситуации, где человек не может самостоятельно справиться. И тогда прибегает к алкоголю. Но неужели все эти люди, которые регулярно посещают алкомаркеты, настолько травмированы? Нет. Здесь что-то другое. Почему употребляют? На мой взгляд, это две причины. Это либо поиск эмоций. Ну, то есть вот не хватает им что-то, какого-то смысла в жизни. Либо это уход от реальности. Вот когда какой-то кризис, проблемы, человек не может здоровым образом их решать, он, как бы, убегает, да? Убегает, глушит временно. Хотя потом понимаем, да, что еще больше закапывается. Этанол – это яд. И это считается наркотиком, по сути. Ну, обычный наркотик. Зачем вообще людям нужен наркотик? Он же не нужен. Вы же все рожденные, ну, трезвеньками. И мы можем существовать и без него. Все это трава просто для, ну, как, чтобы получить, наверное, какие-то финансовые вознаграждения от людей, которые травятся, получается, приносят свои заработанные деньги. В магазине тратят какие-то большие финансы, да, вот на эту траву. Травят себя, потом болеют. И каждый ломается, сколько судеб. Люди там больные, дети больные рождаются. Вы мне задаете вопрос, почему мы, например, а, почему сейчас люди больше стали пить? Потому что есть заинтересованные люди, которые на этом зарабатывают. Они вкладывают как в пропаганду, как в развитие вот этого, как в бизнес, как в государстве. Общее дело. Алкомаркеты стали красивыми, понимаете? Они у нас прям вот красивая такая вывеска. Это реклама. Это все-таки реклама алкоголя. Ну и что мы имеем на выходе? Современный молодой житель обзаводится с семьей, покупает квартиру в новостройке. И в новом районе он лишен близости спортзалов, каких-либо парков, досуговых центров. Зато алкомаркеты на каждом шагу далеко ходить не надо. К тому же ситуацию усугубляет настроение в стране. А почему никто не борется с алкомаркетами? Уже на этот вопрос каждый может ответить самостоятельно. И самостоятельно постараться начать эту борьбу. Во-первых, отследить, почему он выпивает хотя бы одну бутылочку в день пива. И найти альтернативу алкоголю. Но этот материал специально для проекта Татарстанда делала Ксения Антонова. Нам также важно знать ваше мнение. Действительно, вы наблюдаете за селе алкомаркетов в городе, в республике, в стране? Пишите об этом в комментариях. Поддерживайте нас лайками и подпиской. Всем пока!